Альтернативная философия развития или новый миропорядок. Итоги саммита БРИКС в Уфе сегодня предмет детального обсуждения в европейской и американской прессе. Тональность публикаций варьируется, но общий посыл сводится к одному. Объединение пяти стран, которые Запад свысока называл развивающимся, представляет собой убедительный противовес той модели, которую миру навязывали все последние годы, и в политике, и в экономике. Французские журналисты, приветствуя создание валютного пула и банка развития БРИКС, констатирует, что сотрудничество государств перешло в фазу конкретных дел. Американские эксперты на страницах Вашингтон-Пост развивают эту мысль. Новосозданные организации, далее цитата, «это привлекательная альтернатива инструментам, которые возглавляют США». Британская Гардиан анализирует изменения, которые произошли в геополитическом плане. Москва и Пекин создают многополярный мир, считают авторы материала, напоминая, что без этих игроков было бы невозможно принять решение по Ирану или Сирии. В том же духе высказываются и другие авторитетные издания. Российский президент Владимир Путин направляет США и европейцам два послания. Россия не только остается государством, с которым следует считаться, но и страной, заключающей новые союзы, обратив свой взгляд на восток. Прежде всего, в сторону Китая и шелкового пути, а также в сторону южных держав. Разумеется, итоги саммита не обошли страной. И журналисты стран-участниц БРИКС, пресса ЮАР, например, пишет о банке развития, называя его важным дополнением глобальной финансовой архитектуры. Индийские корреспонденты менее сдержаны в формулировках и говорят об ответе на господство доллара. А в китайских газетах размышляют на тему того, что встреча в Уфе — это опровержение концепции однополярного мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!